К концу этого года в Тамбовском районе откроют сразу три новых детских сада. В поселке Новая Ляда, в селе Бокино и в деревне Красненькое заканчивается строительство дошкольных учреждений. Всего детские сады смогут вместить почти 600 детей. За ходом строительных работ наблюдал Владимир Белухин. Проблема очереди в детский сад в сельской местности знакома многим. Жители Тамбовского района не исключение. Только половина детей, проживающих при Тамбове, получают дошкольное образование. Почти все детские сады старые и вмещают не более 50 человек. Для таких крупных населенных пунктов, как Новая Ляда и Лебокино, этих мест не хватает. По две группы были детские сады, по 20 мест. Сейчас мы строим детский сад на 250 мест. Хотя то же самое у нас полностью всю потребность мы не закроем, но тем не менее проблему детей с 3 до 7 лет мы решим полностью. Сейчас на территории Тамбовского района не могут получать дошкольное образование около 2000 детей. Кто-то ждет своей очереди, а кто-то из-за отсутствия детских садов отвозит ребенка в Тамбов или другие населенные пункты. В пределах транспортной доступности дошкольных учреждений нет. Ближлежащие детские садики находятся в поселке 6-й километр в селе Тульновка. Но они являются малокомплектными, не могут удовлетворить население потребности новой ляда в услугах дошкольного образования. Помимо вместимости, особое внимание строителей приковано к безопасности детских садов. Только с начала этого года на территории страны загорелось 5 дошкольных учреждений. Чтобы такого не произошло в Тамбовском районе, все детсады строят пожаробезопасными. Краски, все шпатлевки, все специально для тех учреждений, именно для детских садов. То есть негорючие краски, все вот эти вот, будем говорить, что крыши, то есть все деревянные перекрытия, все пропитывается специальными растворами, то есть вот именно соблюдая все нормы. Все три детских сада откроются в конце этого года. На их строительство было выделено более полумиллиарда рублей. Все дошкольные учреждения будут полностью комплектованы новейшим игровым и спортивным оборудованием. Владимир Белухин, Евгений Михеев, Артем Друдский, Область новостей.